Это «Русский космос». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня наша программа обещает быть страшной и интересной, поскольку у нас в гостях ученые, которые камня на камне не оставят, от тех космических сказок, легенд, мифов и предсказаний, которые заполонили в этом году интернет, в этом году особенно. Зав. отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами начнем сразу с финала, то есть с конца света, потому что, если верить тем, кто живет по календарю мая, наша встреча с вами может стать последней. Вот я подсчитала, за последние 10 лет, это уже седьмой по счету конец света, в 2001-м по расчетам неких американских астрономов, Землю должно было засосать в черную дыру, в 2003-м, опять же, американские, но уже астрологи, предсказывали распад на части нашей планеты, в 2006-м столкновение с астероидом, в 2008-м нас пугали коллайдером, в 2009-м трактатом Нострадамуса, а в 2011-м проповедника США Гарольд Кемпинг предрекал Армагеддон. Вот наступил 2012-й, всплыл календарь мая. Как вы относитесь к этому календарю? Что вы о нем знаете? И действительно ли что-то страшное нам грозит? Дело в том, что календарь мая – это просто календарь мая. То есть у них был какой-то свой счет времени, точно такой же счет времени, который есть и у нас. Точно так же они выстраивали какие-то периоды, у них были короткие периоды времени, более длинные периоды времени. И вот один из этих периодов, если верить расшифровщикам текстов мая, заканчивается в конце декабря 2012 года, только с тем, чтобы уступить место начинающемуся новому периоду. Точно так же, как наш календарь заканчивается 31 декабря каждого года, только для того, чтобы начался отчет года следующего. И мы, в общем, никогда по поводу окончания календаря нашего собственного особо не переживаем. И даже, наоборот, очень сильно радуемся этому событию, отмечаем его всяческим шампанским и салатами оливье. Почему окончание календаря цивилизации, которая сгинула много веков назад, должно как-то на нас трагически повлиять, я не понимаю. Ну а сами потомки мая что по этому говорят? Откровенно говоря, я с потомками мая на эту тему не общался, но исследователи текстов мая говорят, что никаких пророчеств в календаре мая не содержится. Это календарь, система счета времени. Если вы возьмете наш какой-нибудь календарик, вы тоже в нем никаких пророчеств не увидите, а увидите только ряды чисел, выстроенных в месяцы. Вот календарь мая — это то же самое. Ну просто они не успели его дальше дописать, да, получается так? Почему не успели? Успели, заканчивается один период, начинается следующий. То есть календарь мая не заканчивается. Это не значит, что вот они нарисовали календарь и в конце поставили жирный крест. Нет. У них заканчивается один период и начинается следующий. Точно так же, как у нас за одним годом следует следующий год. Но с племенем мая связывают такую очень красивую легенду о планете Нибиру. Это 12-я планета в нашей Солнечной системе, которая появляется раз в 3600 лет, по-моему, на небосклоне. И вот в тот момент, когда Земля оказывается между Нибиру и Солнцем, на Земле происходят всякого рода катастрофы. Например, гибель планеты Фаэтон, что привело к Великому потопу и исчезновению Атлантиды. На этот раз беда коснется нескольких континентов, но прежде всего Северной Америки. Вы считаете, им есть чего опасаться? Ну и нам тоже. Беда коснется в первую очередь Северной Америки, потому что источник находится там. И ему, этому источнику, было интересно пугать, конечно, в первую очередь, соотечественников. На самом деле, изначально календарь майя и вот эти слухи о планете Нибиру, они никак между собой не связаны. Одна мифология развивалась совершенно независимо от другой. Когда вот начала подниматься эта шумиха по поводу конца света, в 12-м году понадобилась какая-то причина. То есть конец света не может наступить так, что вот как лампочку просто выключили и все. Должен быть какой-то повод. И тут вот удачно очень вспомнили про эту планету. Но изначально это два мифа совершенно друг с дружкой не связанные. Насколько возможно вообще существование такой планеты 12-й? Тут важно понимать, что речь идет не просто о 12-й планете, а речь идет о 12-й планете, которая на очень вытянутой орбите находится. И поэтому имеет шанс раз в 3600 лет попасть в центральные области Солнечной системы и какие-то неприятности тут учинять. Вот такой планеты в Солнечной системе существовать не может. Во-первых, потому что орбита ее была бы неустойчива и она бы на ней не могла долго прожить, вот так вот стабильно вращаясь много оборотов подряд. Во-вторых, если бы сейчас эта планета, а ее размеры должны быть очень велики, если бы она сейчас уже приближалась к Земле, ведь до декабря 2012 года-то осталось всего ничего, она бы была уже и просто видна, и в телескопе, и даже невооруженным глазом. И, конечно, она была бы заметна по своему гравитационному воздействию на другие планеты Солнечной системы, потому что такую гигантскую массу в Солнечной системе спрятать невозможно. Так что, если бы эта планета существовала, мы бы о ее существовании сейчас уже бы определенно знали. Хорошо, если не Анунаки, то все-таки кто же к нам летит? Полтора года назад все СМИ, даже те, кто не относит себя к разряду желтых, писали о флотилии гигантских инопланетных кораблей, которые держат курс на Землю. Даже указывалось их количество, их не менее трех, и размер каждого 200 километров в длину, 50 в ширину. Снимки были опубликованы, но, правда, мне кажется, после того, как ученые подвергли их какой-то экспертизе, они не прошли эту экспертизу. На самом деле там и снимков никаких не было. Я сомневаюсь, что была какая-то действительно экспертиза, потому что слухи эти все вертелись вокруг кометы Еленина. Было такое тело в нашей Солнечной системе, совершенно реальная комета, обыкновенная комета, в общем, каких тоже в Солнечной системе великое множество. Она интересна была тем, что открыл ее наш соотечественник, чего не случалось, в общем, уже довольно давно. И вот эта комета Еленина тоже по непонятным причинам из великого множества других комет произвела вот такое разрушительное воздействие на умы очень многих землян. Почему-то в этой самой обыкновенной комете привиделись вот эти вот космические корабли, которые к Земле летят. Почему? Невозможно сказать. У комет в этом отношении, конечно, история очень длительная. И на протяжении веков, увидев в небе комету, люди всегда видели там что-то еще, отрубленные головы, которые возле нее летают, окровавленные лучи, которые исходят из кометы. То есть вот эту нестойкую фантазию кометы пробуждали на самом деле всегда, не только в 2010 году. Сейчас они просто, эти фантазии, очень быстро распространяются благодаря интернету. Но это самая обыкновенная комета, и мало того, она, приблизившись к Солнцу, разрушилась, оказалась нестойким телом. Так что сближение с Солнцем она даже и не пережила. Кометы еще не до конца изучены. По одной из версий, они появились на свет, когда Солнечная система только зарождалась. Это остатки строительных материалов. То есть кометы – это первородное вещество, которому 5 миллиардов лет. Состоящие из пыли, газа и льда, именно они принесли на Землю воду и жизнь. Земная вода, которая опять-таки течет в наших реках и накопилась в наших океанах, это тоже вода, доставленная кометами. После того, как ранее Земля образовалась, она была очень горячей, на ней практически не было воды. И затем, за вот эти самые сотни миллионов лет, за миллиарды лет, воду нам доставили кометы. Однако эти гости из космоса способны и разрушать. Самый яркий пример – Тунгусская катастрофа 1908 года, когда ударной волной повалило тысячи гектаров леса. Что еще раз доказывает, космическая опасность не миф, а кометы, которые принесли на Землю жизнь, могут также легко ее забрать. А вообще, насколько реально столкновение планет? Столкновение с астероидами, с метеорами? Есть ли возможность нам, например, остановить Апофис? Вероятность столкновения с астероидами, конечно, существует. Мы в этом отношении имеем замечательный пример – Тунгусский метеорит. Понятно, что сейчас и по сей день какое-то падение крупных обломков на планеты Солнечной системы и на их спутнике происходит. И сейчас довольно-таки активно рассматривается тема, что мы сможем сделать, если вдруг будет обнаружен объект потенциально опасный, который летит к Земле. Но здесь на самом деле рассматривается очень большое количество вариантов. Все они так или иначе связаны с тем, что нужно об этом узнать сильно заблаговременно. И в этом случае небольшое изменение, очень небольшое изменение орбиты вот этого потенциально опасного тела уведет его с угрожающего нам курса. И здесь очень много разной экзотики даже предлагается, вплоть до того, что покрасить одну сторону астероида в белый цвет, и из-за того, что на него немножко по-разному будет давить свет, он уйдет… Кто будет красить? …испытает небольшой сдвиг. Это отдельный вопрос, кто будет красить, какую цистерну краски надо будет туда доставлять, как ее распределять по поверхности астероида. Ну, это скорее такой вариант более зрелищный, чем реалистичный. Но есть и другие варианты. Например, гравитационный трактор, когда там можно подвесить спутник неподалеку от астероида, и благодаря гравитационному взаимодействию между ними тоже астероид будет немножечко со своей орбиты уходить, потому что его сильно сдвигать не надо. Это не должна быть мощь в лице Брюса Уиллиса, которая полетит туда и что-то страшное ученит. Достаточно небольшого сдвига, чтобы на протяжении многих-многих последующих лет этот маленький сдвиг превратился в гигантское расстояние между астероидом и Землей. Ну, по-моему, не исключали даже с помощью ракет каких-то, да, просто его разбомбить? Наверное, это тоже реально. Дело в том, что всегда, конечно, возникает вопрос, а если мы заранее не узнали? Но мы знаем, и, в общем, апофис просчитан, да? Апофис просчитан. Апофис просчитан. Его орбита постоянно уточняется. Она уже сейчас известна очень хорошо. Но вместе с тем существуют довольно многочисленные примеры, когда тела размером в несколько метров, несколько десятков метров, пролетающие мимо Земли, мы обнаруживаем уже на уходящем участке траектории. И тут, конечно, возникают какие-то мысли, что если вот оно уже летит, ну, не заметили, не успели покрасить, надо из чего-то стрелять уже по этому астероиду. Но это вещь довольно опасная, потому что мы не знаем, как астероид на этот обстрел, на эту бомбардировку отреагирует. Не получим ли мы худший вариант развития событий вместо избавления от проблемы. Камнепад. Камнепад, да еще и радиоактивный, ко всему прочему. В общем, тут надо очень вдумчиво подходить к решению этой проблемы. И лучше всегда знать заранее. Но есть еще одно небесное тело, которого люди опасаются. Есть еще одна версия конца света и сразу от двух светил. То есть одна из самых ярких звезд на небе, Бетельгейзе, что в созвездии Ориона в ближайшее время вспыхнет как сверхновый и станет для нас вторым Солнцем. И будем мы гореть, как в гиене пламенной. Вот что значит в понятии астрономов в ближайшее время? Интересно. И действительно ли Бетельгейзе находится в такой последней стадии своей эволюции? Тут нужно учитывать, что в астрономии все происходит очень и очень долго по земным меркам. Поэтому действительно Бетельгейзе находится на завершающем этапе своей эволюции. Но это не значит, что ей осталось жить считанные часы, и она вот-вот взорвется, и произойдет этот страшный взрыв, который называется вспышкой сверхновой. Мы не знаем, как точно выглядит звезда непосредственно перед вспышкой. Соответственно, мы не можем эту вспышку предсказать. Действительно, Бетельгейзе предстоит взорваться как сверхновой. Но произойдет это завтра или это произойдет через 10 тысяч лет, мы сказать определенно не можем. Зато мы можем определенно сказать, что никакой угрозы для человечества этот взрыв не несет. Если не считать, конечно, того, что он нарушит красивую фигуру одного из самых зрелищных созвездий, созвездия Ориона, пропадет из фигуры охотника одной из его плеч. Это, конечно, неприятно. Но в остальном это для Земли событие совершенно безопасное. Бетельгейзе далека от нас, и кроме вот такой эффектной зрелищной вспышки, никаких других воздействий на Землю, на Солнечную систему она не окажет. Всякие вспышки, говорят, ожидаются небывалой мощности на Солнце в этом году. На самом деле активность Солнца возрастает в последнее время? Да. Активность Солнца возрастает. Оно становится все более и более активным. На нем все чаще происходят вспышки. Точно так же, как это происходило на протяжении долгих миллиардов лет его существования. Солнце — переменная звезда. У него бывают периоды затиши и периоды активности. Примерно с периодом в 11 лет это происходит. И сейчас наступает очередной, совершенно обычный максимум солнечной активности. Совпало все. Рост солнечной активности, магнитные бури, пожары. О природном парниковом эффекте на время забыли, когда парник вокруг планеты заполнился гарью от полыхающих пожаров. Смог почти на границе с космосом в нижних слоях стратосферы. В российском центре оперативного мониторинга Земли за дымом устроили тотальную слежку. На стенах, словно сводки с фронтов, снимки пожаров из космоса. Москва, Нижний Новгород, Рязань, Воронеж, Казань, Самара, Поволжье. Все в дыму. Не без помощи человека пожар 2010 разожгла звезда по имени Солнце. Жизнь светила подчиняется своему распорядку. Гениальный русский биофизик Александр Чижевский первым заметил связь с активностью Солнца и хода истории. Ученые до сих пор гадают, совпадение или нет. 905 год максимума солнечной активности, 917 год максимума солнечной активности, 28-й перед коррективизацией, значит, 29-го года тоже максимума солнечной активности. И, наконец, события 91-го года, которые особенно наши затронули, тоже максимума солнечной активности. Сегодня Солнце вступает в новую активную фазу. Взрывы почти ежеминутно. Специалисты заговорили о подлинном космическом цунами. Оно и вызывает аномальные магнитные бури. Но пик активности Солнца придется на 2012 и 2013 годы. На климате это отразится на нашем? Каких-то значимых следов воздействия солнечной активности на земной климат достоверно не обнаружено. И вот эти вариации происходят с регулярностью. Нынешний максимум по счету исследований Солнца 24-й. То есть мы уже на протяжении сотен лет следим за Солнышком. И оно ведет себя, ну не сказать, что уж совсем как часы. Есть у него разные сбои. Но это совершенно обычное поведение Солнца. Вот это вот нарастание активности в 2011-2013 годах. Это совершенно рутинное, обычное поведение Солнца. Больше того, есть косвенные основания полагать, что вот этот максимум будет менее высоким, чем предыдущий. Есть некие основания считать, что активность Солнца вот такая глобальная сейчас немножечко понижается по сравнению с предыдущими десятилетиями. Но другими словами, голову посыпать пеплом нам еще рановато. Еще одна страшилка есть про необычный парад планет, что все планеты в этом году выстроятся в ряд. И вот такого выступления Земля просто не переживет. Начнутся страшные катаклизмы, и наша планета погибнет. Парад планет — это вообще, наверное, из всех страшилок самое странное. Поскольку как-то понятно, что если прилетит гигантская планета, Солнечной системе не поздоровится. Она не прилетит, поэтому все будет хорошо. Парад планет — это просто какая-то фигура, в которую выстраиваются планеты Солнечной системы. Но эта фигура никак не воздействует на Землю по очень простой причине. На Землю воздействуют в Солнечной системе два тела. Это Солнце, потому что оно очень массивное, и Луна, потому что она близко. Все. Тяготение всех прочих тел составляет мизерную совершенно добавочку к действию вот этих двух основных источников тяготения для Земли. И они могут выстраиваться в абсолютно любые фигуры, мы никак это не почувствуем. После Луны наибольшее воздействие формально на Землю оказывают Венера и Юпитер. Весной этого года было замечательное сочетание. В небе примерно в одном направлении встретились Луна, Венера и Юпитер. То есть они действительно выстроились в одну линию, устроили вот такой маленький парад планет. Каждый желающий может вспомнить, были у него этой весной какие-то необычные ощущения или нет. Конечно, вся практика человечества показывает, что более страшные угрозы для нас, чем мы сами, не существуют. И если в каком-нибудь будущем конец света и наступит, я практически уверен, что винить в этом мы должны будем не Солнце, не неведомые планеты, не инопланетян, а только самих себя. Если вспомнить еще про одну загадочную планету, Глорию, даже которую считают нашей соседкой по орбите, она скрывается за Солнцем, поэтому мы не можем ее наблюдать. И на ней, предположительно, должна быть жизнь. По легенде, если такая планета существует, условия идентичны, может быть жизнь. И говорят даже о том, что жители этой планеты, конечно, это более высокоразвитая цивилизация, нежели чем земляне, они прилетают за нами наблюдать, и даже не просто прилетают наблюдать, а очень интересуются развитием нашего ядерного потенциала. То есть они появляются, вот эти космические корабли, в основном над военными базами или зонами конфликта. Вы склонны объяснить вот этот феномен какими-то секретными разработками? Прежде всего, я бы хотел убедиться в том, что этот феномен существует. Потому что сейчас один из основных источников информации в интернете пишут. Или еще такая замечательная формулировка «существует мнение», существует предположение. Предположение и мнение не могут существовать. Их должен кто-то высказывать. Должен быть источник информации, и должна быть какая-то основа у этой информации. Вот когда есть надежный источник, когда есть прочная основа, тогда есть смысл говорить о феномене, и есть смысл как-то этот феномен объяснять. Наука работает с фактами. Наука работает с объективными измерениями, с данными приборов. Только при наличии этой информации можно делать какие-то более или менее обоснованные выводы. Если есть просто словесное описание или какая-то мутная фотография, это не научный материал. С этим невозможно работать, и, соответственно, невозможно говорить о том, что был какой-то феномен. К сожалению, сейчас, отмечают это очень многие люди, падает уровень, естественно, научных познаний. И в результате неопознанными становится гораздо большее количество летающих объектов, чем это было, может быть, в 60-е, 70-е годы. И, к сожалению, вот эта неподготовленность современного землянина, она приводит к тому, что видят вот эти вот неопознанные летающие объекты. Но это абсолютно не повод считать их космическими кораблями с какой-то гипотетической планеты, с какими-то злобными целями. Парадокс. Четыре года назад Министерство образования убрало предмет астрономии из обязательной школьной программы. Однако интерес к науке только вырос. Лекции по современной астрофизике пользуются все большей популярностью. К сожалению, в массовом сознании науку заменил ее двойник – астрология. Найти хорошую книгу или журнал по астрономии – не в пример сложнее астрологического прогноза. Уровень образования населения астрономического резко упал. Согласно опросу в ЦИОМ, Всероссийского центра общественного мнения, значит, вот в апреле 2008 года был опрос, 29% россиян считают, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли. И когда их спрашивают, почему вы так считаете, они говорят, а мы же видим, что она вращается. Вот до чего дошло. Астрономия стала жертвой стереотипа о науке, ненужной и бесполезной в обществе, где главной ценностью являются деньги. Но до сих пор нигде, кроме современной России, никому и в голову не могло прийти мерить значимость той или иной науки степенью ее полезности для общества. Мы никогда не говорили о том, что астрономия – ненужная наука. Она не приносит колбасу на стол. Но это классическая, фундаментальная наука, которая дает тебе знания о Вселенной. Космонавтика – это уже практическое приложение. С 2009 года под эгидой Российской Академии Наук действует комиссия по астрономическому образованию. Ученые ведут настоящую борьбу с чиновниками за включение астрономии в список обязательных школьных предметов. Да, многие западные страны отдельный предмет астрономии в школе не имеют. Но эти западные страны не запускали первый искусственный спутник Земли в 1957 году. Они не запускали космонавта Юрия Гагарина. Они не выводили человечество в космос. И поэтому, конечно, им все равно. Но нашим-то чиновникам, они же твердят о патриотическом воспитании молодежи. Для того, чтобы зарабатывать там где-то, работать, платить налоги, совсем не обязательно знать, что вокруг чего вращается. Но, в общем-то, за страну обидно и жалко, потому что в других странах отношения совершенно иные. Этот мультфильм был снят еще до начала космической эры и запуска первого искусственного спутника Земли. Спустя 8 лет, в декабре 1961-го, когда полеты на Луну и Марс казались уже не мечтой, а делом будущих поколений, первый космонавт планеты отвечал на детский вопрос, что необходимо покорителям Вселенной. Необходимо, чтобы были хорошие и прочные знания по всем предметам, чтобы он знал хорошо и астрономию, и физику, и механику. И поэтому учеба стоит как первостепенная задача при подготовке к космосу. Поехали! 2011 год стал годом великого юбилея. 12 апреля весь мир отметил 50-летие полета Юрия Гагарина, открывшего человечеству дорогу в космос. Ученые надеются, что астрономия все-таки вернется на школьные уроки. Скажите, а будут какие-то события в этом году космические, которые по-настоящему смогут нас удивить? Ну, не сказать, чтобы уж так совсем удивить, но несколько необычное явление произойдет 6 июня 2012 года. Будет прохождение Венеры по диску Солнца. Оно будет наблюдаться практически на всей территории России. И это не сказать, чтобы какое-то прямо необычное чудовищное явление. Это лишний повод убедиться в том, что мы действительно умеем предсказывать движение планет. В назначенный срок Венера появится на диске Солнца в виде черной тени, в назначенный срок уйдет оттуда. И явление будет красочным. Такой красочный космический сюрприз. Это не будет сюрприз. Это будет явление, которое мы умеем просчитывать на тысячелетия вперед. Дмитрий, ну, пожалуй, достаточно на сегодня страшных историй. Я благодарю вас за беседу. И надеюсь, что все-таки нам посчастливится с нами продолжить ее, может быть, уже после декабря, уже в следующем году. Да, будем на это надеяться. Кстати, он будет в 2013, а к 13 числу люди, вы сами знаете, как относятся, поэтому повода для того, чтобы поговорить, наверное, будет предостаточно. У человека богатая фантазия. После декабря появятся новые мифы. Страхи порождают фантазии, да. Иногда бывает и наоборот, что некоторые вымыслы каких-то людей приводят просто к ужасу. Спасибо вам за беседу. Пожалуйста. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был доктор физико-математических наук, зав. отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАНД Дмитрий Вибе. Благодаря ему теперь мы не будем верить проходимцам, космическим и земным. Смотрите программу «Русский космос». С вами была Мария Кулаковская. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова